Привет, друзья! Приготовив рыбу таким способом, вы влюбитесь в этот рецепт и будете готовить только по нему, я вас уверяю! Да, друзья, это морской оконь. Такого рецепта рыбы вы еще никогда не видели. Тут я хотел сказать, пойдемте быстрее готовить. И давайте, конечно же, приступим. Для начала нарезаем репчатый лук, нарезаем его полукольцами. Далее нам следует убрать излишнюю горечь и одновременно сделать его немножко мягким. Для этого заливаем его кипятком и оставляем на пару минут. После чего с помощью сита сливаем воду. Таким образом мы подготовили лук в мариновании. Ну и давайте приступим непосредственно к процессу маринования. Для этого добавляем соль, сахар и яблочный уксус. Достаточно будет одной ложечки. Все хорошенько перемешиваем и оставим в сторону помариноваться минут на 10. Этого времени будет вполне достаточно. И подготовим соус. В этом соусе наш оконь будет томиться. Для этого в чашу блендера добавляем 1 ложку сметаны, 1 яйцо, веточку петрушки, 1 ложку с горкой горчицы. У меня дижонская зернистая, она более мягче на вкус. И половину маринованного лука. Все хорошо пробиваем до полной однородности с помощью блендера. Соус готов, давайте разберемся с оконем. В принципе для этого рецепта подойдет любая рыба. Так как у меня сегодня морской оконь, давайте займемся им. Делаем вот такой вот надрез, не до конца. И складываем в хвостик. Получается вот такой вот ровный кусочек. Далее нам потребуется лаваш. Его следует разрезать на 4 части, если он конечно же у вас большой. И обрезать все неровности. У меня получилось 4 вот таких вот прямоугольника. На лаваш выкладываем дольками нарезанные помидорки. Окуни хорошо обваляем в соусе и выкладываем поверх помидора. Также немного соуса добавляем сверху. А теперь лук. Помните, у нас оставилась ровно половина того, что мы замариновали. Делим на 4 части и выкладываем поверх рыбки. Далее сворачиваем так, как показано на видео, в плотненький конверт. Получившиеся рыбные конверты перекладываем в противень, либо в сковородку. Давайте сделаем верхнюю намазку для румяной шапочки. Для этого в миске смешиваем одно яйцо, ложка сметаны. Солим и перчим по вкусу. И конечно же добавим сыр, натертый на мелкой терке. Куда же без него. У меня сегодня гауда. Все хорошо перемешиваем до полной однородности. В традиции вся раскладка по продуктам будет в описании под видео. Итак, вернемся. Получившиеся намазки, наносим ровным слоем на каждый из конвертиков. И равномерно распределяем. Ну что, вы только посмотрите, уже как аппетитно они выглядят. Отправляем в духовку на 25 минут при температуре 180 градусов. Ну что, ждете результат? Да, он просто восхитительный. Рыба получается невероятно сочная, невероятно вкусная. Обязательно приготовьте рыбу этим способом. И вы будете приятно удивлены. Ну а я на этом с вами прощаюсь. Всем желаю крепчайшего здоровья. Всем пока-пока.